Никогда, запомните, никогда не рассказывайте на ночь страшные истории, иначе самые опасные монстры могут почувствовать ваш штраф. Да блин, это была не страшная история, папа себе фигню какую-то рассказал. Ну если честно, то в середине я немножко забоялся. И я тоже немножко. Вы долго тут будете выяснять, кто из вас трус? А ну быстро меня кормите! Слышь ты, чучело, вообще-то тебе слова не давали. Ах, так? Ну вы сами набросились. Парни, а давайте страшные истории рассказывать. Да блин, лопаухи гномик, спи уже, я сегодня очень устал, мне не до историй. Я стесняюсь спросить, отец, а чё ты такого сегодня делал, что устал? Ну как же, наша пенсия весь день валялся под кондиционером, кушал и снова валялся. Неправда, я ещё сегодня гулял. Хе-хе-хе, не смеши, гулял он. Мы пришли на площадку, и он заставлял меня бегать по лестницам-капецницам, а сам в теньке валялся. Это не я виноват, это жаркий сентябрь. Вроде по календарю осень, а реально жарит плюс сексильон миллионов градусов. Но сейчас-то уже ночью, прохладно, и мы всё равно не спим. Ну давайте страшные истории рассказывать! Да блин, брателла, замучил. Вот тебе история. Однажды жила-была маленькая собачка, и она всех доставала. И потом пришла большая собачка и её съела. Ты на что намекаешь, ваше лопоухое величество? На меня и на себя? Ты хочешь сказать, что я собачка, которая всех достает, а ты большая собачка Кинобал? Кинобал, это чё, порода такая? Ни разу не слышал. Святые оладушки, как же тяжело образованному всё находиться среди неотёсанных болванов? Слышал о Ганнибалах? Это те, кто человеков жрут. Вот. А Кинобалы, это те, кто ест собак. Собакоеды, короче. Ничего не понял, а при чём тут кино? Это всем известно. Приставка Кино, это значит собака. Слово Кинолог вам знакомо? Блин, Бубленца, я смотрю, лопоухи и гномики стали шибковунными, как вудки. Ага, надо им, наверное, их ухи подкусывать, чтобы они тут не смеялись над нами. Блин, парни, вы с этими кинобалами мне весь настрой на страшные истории сбили. Ладно, Киксиандр, не гунди, так и быть. Расскажу тебе страшную историю. Слушай, в чёрном-чёрном лесу была чёрная-чёрная поляна. И на этой чёрной-чёрной поляне стоял чёрный-чёрный дом. В этом чёрном-чёрном доме стояли две чёрные-чёрные табуретки. И на этих чёрных-чёрных табуретках стоял чёрный-чёрный гроб. Капец, мне уже страшно. Сейчас оттуда выскочит чудовище. Да погоди, Коржик, не перебивай. Так вот, в этом чёрном-чёрном гробу бежал чёрный-чёрный лис, а не щеночек. Это-то-то-то-то-то, там что? Был я? Я что, сдох? О, нет! Да блин, дайте-то рассказать. И вот из гроба поднимается этот чёрный-чёрный лис и говорит за могильным голосом. Оладушки есть? В смысле? И всё? Ну да, мне кажется, очень страшная история. Блин, папася, ты наверняка её только что придумал. И она вовсе не страшная. Вот нафиг этому чёрному лису нужны оладушки? А я откуда знаю? Может он просто жрать хочет? Короче, ну вас нафиг. Не хотите рассказывать нормальные страшные истории, значит я буду спать. Прошло три часа. А-а-а, младший человек, опять, наверное, в холодильник полез? А-а-а, да как он запарил. Он же знает, что звук открывания холодильника включает у нас режим хосячьей телепортации. А-а-а, уж это в этот раз не пойдём. Я сейчас так сладко спал, мне лень. Пенсия, ты совсем ку-ку? Да мы всё уважение потеряем, если не переместимся на звук открывания холодильника. На нас же потом на улице пальцем будут показывать и ржать. А ну, поднимай свою хосячью задницу, старикашка. Так-так-так, и что у нас тут происходит? Парни, это явно не младший человек. Ты кто такой, Крендель? Я Тимоха, и я пришёл к вам. Спасибо, капитан Очевидность. Мы видим, что ты к нам пришёл. Это ты сейчас лазил в холодильник? Да, это я. Если вы сейчас не дадите мне еды, я вас всех замочу. Не понял, ты нас обольёшь водой или как-то по-другому замочишь? Неужели ты на нас хочешь поставить лайк? Парни, он хочет нас унизить. Если ты начнёшь мочить нас вот этим оперативным способом и оставишь тут лужу, то придёт человекиха и отлубит тебя мокрой тряпкой. Вы, походу, плохо соображаете, пёсики. Если вы меня не покормите, то я вас замочу, уничтожу, укокошу. Так, понятнее? А, это очередной монстр, только выглядит как мультяшка. Смотрите, у него на ходе написано Тима, и он сказал, что его зовут Тимоха. И говорит он голосом младшего человека. А младшего человека зовут Тимофей. Это чё, младший человек превратился в мультяшку? Капец! Я никакой не младший человек, я Тимоха. Я пришёл к вам, вы должны кормить меня пять ночей, иначе я вас завалю. Чё вы разорались посреди ночи? Чё? А это ещё кто? Мы думали, что это ты, он говорит твоим голосом, и его зовут Тимоха. Угрожает нам, что типа если мы его не покормим, то нам капец! Только не это. Вы что, снова использовали магию и вызвали этого монстра? Да какой же это монстр? Это просто непонятная 3D моделька. Выглядит безобидно. Безобидно? Да он капец какой опасный. И никакую магию мы не использовали, просто перед сном попытались рассказывать страшные истории. Никогда, запомните, никогда не рассказывайте на ночь страшные истории. Иначе самые опасные монстры могут почувствовать ваш штраф. Да блин, это была не страшная история, папася фигню какую-то рассказал. Ну если честно, то в середине я немножко забоялся. И я тоже немножко. Вы долго тут будете выяснять, кто из вас трус? А ну быстро меня кормите. Слышь ты, чучело, вообще-то тебе слова не давали. Ах так? Ну вы сами набросились. Текаем, парни! Дублик, ёшкин твой кот, ты почему снова с нами от монстра не бегаешь? Да, это вопиющееся негодяйство. Вы знаете мою философию. Я просто не вижу в этом смысла. Рыжая сопля, если за нами кто-то гонится, надо убегать, а не валяться и за нами наблюдать. Да блин, вы так потешно бегаете и орёте? Вот того рыжего хаски я уничтожу последним. Никакого уважения к монстрам. Ой, какие вы нудные. Хорош бегать туда-всюдан. Как тебе там? Тимоха, ты корм будешь? Фигня этот ваш корм. На кусочки зайчих какашек похож. Сам ты зайчий какашка. Мы вот его лопаем с удовольствием. Мне вообще-то нужны пирожки. Если хотите остаться в живых, вы должны мне их испечь. Да блин, где мы и где пирожки? Мы их готовить не умеем. Значит вам капец. Подожди, подожди. У нас в холодильнике есть кое-что для тебя. Правда, не пирожки, а блинчики. Нет у вас там ничего, я смотрел. Но ты же не большого роста, а они лежали на верхней полке. А хоть с чем они? Вроде с творогом. Будешь? Ладно, давай попробую. А потом скажу, капец вам или не капец. На, держи. Умирал! Вот, кузин! Старший человек, там в комнате кое-что произошло. Поэтому пока не началось, я тебя укушу за палец. Короче, тебе лучше туда не ходить. Кекс, скажи мне, пожалуйста, кто съел ручку? Старший человек, я всегда знал, что ты тупой, но не знал, что настолько. Это все та же левая собачка пришла и на наших глазах скушала ручку. Я не знаю, может ей каких-нибудь семидческих элементов в организме не хватает. Короче, я пошел. А ты тут выясняй. Изучай следы. А вот тут у нас кекс спал рядом с дедушкой. Оторвал кусочек обоев, скушал. И прогрыз две дырочки. Все это подлая брехня. Я королевский пес. Я не могу грызть стены. И вообще, у тебя тут нет доказательств. Слушай, а если он найдет? А пофиг. Я черный лист. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Капец, у него в руках мокрая тряпка. Летаем. Кекс учился писать. Все лапы синие. Ты ему помогал, Коржик, да? Что ты ко мне пристал? Ребенка же нужно грамоте учить. Синие лапы ничего не доказывают. Это у меня аллергия на тебя, старший человек. Да, это страшная коржачья болезнь. Аллергия на человеков. Я читал в одном ветеринарном журнале, лечатся только оладушками. Причем их для профилактики должны есть все собаки в доме, чтобы не подхватить эту синюю заразу. Да, человечка, тебе нужно срочно нас спасать. Готовь оладушки. Спасите, помогите, я умираю от страшной аллергии на человека. Сейчас у меня посидится шерсть, я стану как синий жорж с канала Куки. Срочно спасайте меня оладушками. Хе-хе-хе, скоро вы станете почти такими же коварными, как и я. Отлично выкрутились, парни. Я предлагаю сожрать коржика. Он же хвалится, что у него попа на булочку похожа. Отличная идея, тебе капец, коржатина. От булочки и я не откажусь. Вы офигели, я королевский пес. Я великий король Корг Третий. Монархов нельзя кушать. Тогда предлагаю игру каждый за себя. Каждый жрет каждого. И мы снова вам наваляем, ваучары. Потому что мы злобные лисы. А мы не менее злобные волки. И зажрем сейчас этих говорящих сосисок. Короче, кексятина. Я посмотрел влог коржика, где вы показывали цыпочки, как правильно сдыхать. Короче, вы неправильно все делаете. Когда сдыхаешь, надо лапами почаще перебирать и кричать так громче. Спасите, помогите. Я умираю, мне плохо. У меня хосячья инфаркция. Срочно вызывайте скорую. Чем громче орешь, тем больше шансов, что тебя будут лечить оладушками. А что такое хосячья или коржачья инфаркция? Она страшнее синей аллергии на человека, которую мы придумали. Ну, конечно страшнее. Выступайте, поэтому ее и придумали. Они никто не знает, и звучит она страшно. Инфаркция. Спасите, поврагите. У Хаски страшная болезнь. Мне срочно нужны оладушки. О, соревнования, кто быстрее сожрет корм. Я или кекс? Конечно я, потому что я черный лис. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Я собачка, которая лезет в свою миску. Ай, человек-дед, отпусти мою шмирку. Короче, я коржи-кекс, и я память у коржика. Дулечки, пердулечки. Вообще-то я все съел быстрее, пока ты болтал. Брехня, у тебя вон еще четыре кусочка осталось. Так что я выиграл. Коржата, поставьте лайк, если считаете, что я выиграл. Слушайте, я не понимаю, эти вонючие человеки когда-нибудь наш дом достроят? Они начинали, когда были только мы с Бубликом. Да, у них уже появилось еще два коржи, а они не чешутся. Уже целый год строят и никак не построят. Да, я уже хочу тут жить. Мне тут двор нравится, можно бегать и играться. Так, парни, у меня серьезная миссия. Я патрулирую периметр, чтобы никакое чудовище к нам в дом не залезло. Да, в последний раз это был огромный попыток головы, которого вызвал камнеешка. Вот я и ищу его следы. Но пока камнеешкой вроде не пахнет. А пока Бублик патрулирует периметр, я предлагаю погрызть старшего человека. Ура, бойся нас, старший человек, мы тебя сошрем. На тебя напали самые грозные псы во вселенной. Особенно я, потому что я очень коварный, страшный и грозный лис. А я огромный серый волк, я укушу тебя за бочок. А я, а я ужас, летящий на крыльях ночи. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Зачетно мы потрепали старшего человека. Теперь самое время пожевать зеленую травку. Надо будет расследить, чтобы это видео не попало в интернет. А то все опять нам будут писать комменты, что мы травоядные животные. Коржата, если вы увидите видео, на котором мы жрем траву, знайте, это брехня. Вообще-то мне кажется, что именно это твои коржата сейчас и смотрят. Да ладно вам, никакой-то не секрет. Все знают, что мы жрем траву для того, чтобы у нас были зеленые какашки. Хе-хе-хе-хе. Я все время забываю спросить, а зачем они нам такие зеленые? Потому что это прикольно. И вообще, не умничай тут. Хватит задавать глупые вопросы. Просто жрить траву. Парни, а может в дом сходим? Смотрите, тут человеки лестницу-капецницу подстроили. Я слышал, что и в доме тоже уже есть лестница-капецница. И можно попасть и на второй этаж, и в подвал. Ого, а у нас есть подвал. А пойдемте посмотрим. Главное, чтобы там не жил какой-нибудь страшный бабайка. Ого, как тут круто. Как много места. Так, ну тут кроме лестниц пока ничего не изменилось. А, вон, смотрите, лестница в подвал. Ау, чудовище, если ты там живешь, то он знает, что мы тебя не боимся. Мы сами, кого хочешь, можем сожрать. Ну что, пойдем посмотрим. Капец, там Веном настоящий. Кикаем. Капец, парни, я не могу залить. Сейчас он меня схватит за попу и сожрет. Спасите меня. Блин, да как же вы запарили коротоногие гномики. Сейчас мы вас спасем. Ура, мы сбежали. Может, Венома по башке ведром стукнуть? Не поможет. Теперь я понимаю, почему человеки так долго строят наш дом. Потому что строители постоянно жрет Веном в подвале. Папася, нам нужен план. Надо его оттуда выгнать. Эй, слышь, вонючее чудовище из подвала. Выходи, пить забудем. Кександр, ты дебил? Ты видел его зубы? Он же нас сожрет всех четверых и не подавится. Может быть, Кучкуна в ходе в подвал навалим? Он увидит наши странные зеленые какашки и сдохнет от удивления. Да что вы боитесь? Я в одиночку ему наваляю. Что, превратишься в древнего Корги? Ну зачем в него? Этот Веном откуда? Он из Сипи или чудовище Тревора Хендерсона? Вообще-то он из мира Человека-паука. То есть ему может навалять Челопук-повек? Фу, Человек-паук? А ты что, можешь и в него превратиться? Ха, нас в Интерфелле и не такой фигне учили. Веном вонючее, выходи. Ну и кто тут меня звал? Кто заставил выйти из моего подвала? Ба, кого я вижу? Челопук-повек. Ну все, тебе капец. Да, парни, оказывается, как много мы не знаем о нашем Кексиандре-14. Ого, они дерутся. Дрелища, конечно, захватывающая, но однообразная. Парни, может поедем домой, а завтра приедем, посмотрим, кто победил. Прошло три часа. Коржик, что такое пекарня? Место, где пекут хлеб, коржики, бублики, кексы. То есть, получается, мы живем в циферне? Капец. Коржик, коржик. Что? Если бандиты Бублик говорят, что мы волосатые сосиски, то мы можем есть самих себя? Капец. Коржик, коржик. Чего тебе? Ты знаешь, что у нас две рыжие сосиски в доме. Какие? Это ты и Бублик. Капец. Коржик, коржик, брат. Чего тебе кекс? А почему я, ты и Бублик хлебоболочные изделия, а Монтин нет? Я не знаю. Может, он нас украл? Капец. Коржик, а почему у меня есть хвост, а у тебя нет? Потому что я королевский корги. Но я же тоже королевский корги. Капец. Коржик. Что, брателла? А что такое снег и зачем он нужен? Снег нужен, чтобы была зима. А если его не было бы? Не было бы зимы. Капец. Коржик, кекс, я между прочим. Ужас летящий на крыльях ночи. Я черный лис, у меня и кекс. Коржик, коржик, кекс.